Папа воспитывает. Нельзя так! Из-за чего полаялись в этой собачьей семье, хозяевам разбираться некогда. Через несколько минут большая компания белых самоедов должна гордо выставить себя на показ. Это снежный рейфи города Якут. Это авангард Арктик, я дыма искристая. А это их ребенок? Это сын Монруа, рокот Белый Барс. Неподалеку еще один представитель породы. Балу привезли из престижного американского питомника. Уже несколько часов пес терпеливо дает сделать себе укладку, будто понимает, что хозяевам не так-то просто расчесать его густую белую шерсть. Вот на прошлой неделе помыли его, всю неделю пытались растеребить. Сегодня всю ночь мыли, высушили, вот сейчас пытаемся расчесать. На ринге вместе с питомцами наматывают круги собаководы со всей России. Из Владивостока, Иркутска, Сыктывкара и других городов. Эпидемии в Екатеринбурге не побоялись. Свиной гриб не собачий. Собаководы люди смеют ничем не испугать. И я думаю, что такой вот праздник у нас в такое зимнее время уже, в общем-то, людям придаст дополнительный настрой, дополнительные силы. Строже всех к собакам присматриваются эксперты из Чехии, Украины и Белоруссии. У этих судей нюх на породистых и талантливых псов. Не раз работали на европейских рингах. Я обращаю внимание главным образом на движение. Потому что каждая собака должна двигаться хорошо. Не только что лежит где-то на диване. Чтобы двигалась, было, конечно, подготовлено, воспитывано. На титул чемпиона в этот раз претендовало более тысячи собак. Конкуренция большая, но несколько участников ее точно не почувствовали. Пес породы Босирон по кличке Бося на ринге выставлялся один. Это пастушечья французская овчарка для России пока редкость. В нашей области таких собак всего три. В итоге Бося стал чемпионом Российской кинологической федерации и лучшим представителем породы. Елена Поморцева, Николай Малышев. Новости 4 канала.